Сразу скажу, выпуск этот внеплановый, я его не планировал, он созрел вот буквально на коленке, буквально сиюминутным поводом стал видеоролик, который мне переслали мои коллеги, видеоролик в исполнении небезызвестного всем вам Коли Бондаренко. Однако, читатели моего телеграм-канала знают, подгорело у меня еще вчера и коротенький пост я об этом выдал, вот об этом ролике и все, что об этом думаю, обещал рассказать сегодня на ютубе более подробно, вот с какими-то объяснениями, с толком, с чувством, с расстановкой, что сегодня и сделаем. Реальная журналистика, погнали! Итак, речь идет вот об этом ролике. Повторюсь, Бондаренко, который долгие годы пытался убедить всех нас, какой он великий, непримиримый оппозиционер, ну, насколько можно быть, конечно, оппозиционером, состояв в партии КПРФ, да, действительно. За ним есть много хорошего, есть за что сказать спасибо. Много раз я приглашал этого человека в эфир, но в последнее время человека как подменили. И начали терзать смутные сомнения. Речь идет вот об этом видео. Сейчас покажу вам короткий фрагмент, чтобы вы поняли, в котором он сидел, гнобил, бомбил губернатора Свердловской области Куйвышева, моей области, в которой я живу. Просто послушайте. Смотрите, вот есть, к примеру, Министерство экологии, правительство России, которое говорит о том, что, статья Конституции о том, что граждане имеют право на безопасную окружающую экологическую, значит, обстановку, да, среду. И тут вот в Свердловскую область завозят ядерные холосты из Германии, ядерные отходы из Европы за деньги. Завозят и складируют под открытым небом в Свердловской области. Вообще о том, что Куйвышева заказали и хотят снять, а на его место посадить кого-то другого, вот периодически такая информация возникает на уровне слухов. Ну, как вы сами понимаете, слухи проверить, ну, это нереально. Тут, наверное, какое-то шестое чувство правильное подключать, и тем не менее, периодически какие-то гадости в отношении этого человека всплывают. Ну, вот когда выплыл Коля со всей этой историей, причем на такой кривой Козема, ах, смотрите, какой он гад-паразит. Да, что вот он тут сделал заявление, что в канун выборов нельзя допускать никаких массовых волнений. Конечно, Куйвышев в данном случае имеет в виду граждан. Он делает такие публичные заявления, чтобы людей-то запугать, что власть говорит, ребят, даже не подумайте поднять свой нос, даже не думайте высказать свое мнение негативное. Мы за этим следим и недвусмысленно вам всем намекаем, что каждый, кто будет здесь какие-то недовольства высказывать, экстремизмом заниматься, дестабилизировать будет пытаться ситуацию, расшатывать лодку нашу будет своими разговорами о бедности, о неуверенности в завтрашнем не. И имейте в виду, что мы это будем пресекать. Хотя точно такие же заявления сделали еще 86 губернаторов по стране, то есть все, но Колю Бондаренко это как-то совершенно не зацепило. А вот губернатор Свердловской области, да, к которой Коля Бондаренко не имеет никакого отношения, он здесь был, по-моему, два раза в жизни, и то во время выборов, когда ему надо было поддержать своих коммунистов, вдруг Коля Бондаренко очень сильно озаботился судьбой вот этого нашего губернатора и начал его мочить, вот меня терзают смутные сомнения, Коля Бондаренко, а не по чьей-то просьбе ты это сделал, а? Тем более, что в последнее время за тобой очень много косяков, то ты мочишь думцову, то значит ты распускаешь слухи, сплетни про Надеждина, рассказывая на огромную, на твою огромную аудиторию, да, распуская слухи по всему Рунету о том, что Надеждин, оказывается, сбежал за границу, а затем 1 марта мы его видим в Москве на похоронах у Алексея Анатольевича Навального, тут, надо сказать, ты нынагентом, экстремистом, террористом. Что скажешь, Коля, по этому поводу? И вот, говорю, ты начинаешь бомбить вдруг губернатора Свердловской области Куйвышева, чем он тебе помешал? Или почем он тебе помешал? Не объяснишь всем нам, мне очень интересно, тем более, что ты в какие-то такие дебри эту историю увел, оказывается, Куйвышев сюда в регион увез какие-то ядерные хвосты. Да я пойду в люк набухаюсь. Кто-то, может быть, сейчас даже напишет, слушай, а может это ты переобулся? Нифига себе. Ты сидишь и заступаешься за губернатора Единороса, да. Куйвышев губернатор Единороса, да, к нему масса вопросов. И у меня в том числе, да, меня не все устраивает в том, что он делает, но живя, да, с этим губернатором уже на протяжении, там, второго его срока, я, в общем, обратил внимание, что он не самый плохой губернатор в регионе. Он что-то доделает, а самое главное. И вот это вот в текущей парадигме самое важное сегодня. В общем, достаточно демократичный такой дядька, достаточно либеральный такой мужик, то есть у нас в регионе, в Свердловской области, свободы гораздо больше, чем в любом другом регионе. Кстати, в Челябинской, в соседней, та же самая история, их Теклер, он тоже, в общем, достаточно демократичный губернатор, несмотря на то, что, в общем, тоже Единорос, несмотря на то, что к нему тоже, в общем, масса вопросов. Но против него тоже периодически всплывают какие-то заказные пиаровские кампании, не знаю, вот посмотрим, возможно, Коля Бондаренко и туда еще включится. Вот, и почему я решил за него заступиться? Да потому что я понимаю, что этого губернатора, там, своего Куйвышева, я его хотя бы знаю. И я понимаю, для чего его хотят свалить, по всей вероятности, тем самым, так называемым ястребом, не очень устраивает. Это его чрезмерная демократичность, чрезмерный либерализм. Я не хочу. Чтобы его отсюда убрали, а на его место поставили в лучшем случае какой-то карикатурного персонажа типа Дегтярева, когда было в Хабаровском крае, и все смеяли. Коллеги журналисты, что вы думаете насчет бани? Как будем париться и где в бане в Хабаровске? А в худшем, что еще страшнее, нам сюда ребят могут прислать какой-нибудь Гурулева, хотите? Чтобы вся вот эта вот гниль, которая осталась, она должна быть, ну если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена. Более того, знаете ли вы, дорогие мои хорошие, Евгений Вадимович Ройзман есть такой, да, бывший мэр Екатеринбурга, бывший депутат Государственной Думы, тоже, кстати, признанный на агентом на сегодняшний день. Почему до сих пор не посадили-то Ройзмана? Да потому что Куйвышев его не отдал, хотели. Там года полтора, по-моему, назад, помните вот этот скандал, когда пришли этого Ройзмана прямо из дома, там в 5 или в 6 утра забирать, чуть ли там не в пижаме забрали, увезли, по статье о дискредитации вооруженных сил, Москва очень хотела забрать его к себе в Москву. Но Куйвышев, да, и его окружение, местные, свердловские элиты, сказали, хрена лысого, мы вам Ройзмана не отдадим, нам тут реально массовые выступления не нужны, судить мы его будем здесь, и не по уголовной статье, а по административной, да. Тогда Ройзмана того оштрафовали, но это штраф, это не тюрьма, и он, между прочим, на свободе, спокойно передвигается, и за это тоже спасибо Куйвышеву. Так понятнее, почему я выступаю в защиту этого мужика. Еще раз, я просто прекрасно понимаю, что там наверху сидит группа людей, которых не очень устраивают. Вот некоторые такие относительно самостоятельные, относительно демократичные главы регионов, они пытаются их сковырнуть. Если наивные дурачки полагают, что, ай, как вот мне вчера в комментариях писали, да и хрен с ним, пусть убирают, пусть снимают. Да, на потеху дуракам снимут, но, повторюсь, если ты думаешь, что тебе сюда пришлют кого-нибудь, такого очень хорошего, который, как Джонсон и Джонсон, будет заботиться о вас, а я вашим здоровью, хрен ты угадал, строем начнешь ходить, честь отдавать, рот тебе прикрой, ты будешь просто ходить, бояться и оглядываться. Вот и все. Тут в Свердловскую область завозят ядерные хвосты из Германии, ядерные отходы из Европы за деньги. Не пались ты больше так. Нет, я очень хочу верить, что просто где-то по незнанию, хайпа ради взял да и брякнул. Я очень хочу верить, что Надеждина ты топил там или ту же Дунцову, только потому что ты коммунист, от коммунистической партии тоже вроде как выдвинул кандидат Харитонов, хотя там все прекрасно понимают, что это за кандидат, которого выдвинули на 5 минут посмеяться, и никто там больше 3-4% ему не дат. Я очень хочу верить, что это так, я очень не хочу верить, что ты был каким-нибудь там спящим агентом и все это время дурачил людям головы. Поэтому просто на будущее давай договоримся, если ты хочешь повоевать с каким-то губернатором, вот в Саратовской области. Воюй с губернатором Саратовской области. Там у вас много прекрасных людей, выходцев из Саратова. Господин Володин, председатель Государственной Думы. Пожалуйста, его разоблачай, снимай против него какие-нибудь антикоррупционные расследования. Занимайся вот этим. А к нам сюда лезть не надо со своим губернатором. Мы как-нибудь сами разберемся. Благо, да, нас здесь достаточное количество людей, к мнению которых прислушиваются там и жители Екатеринбурга, и жители Свердловской области. Пожалуйста, сюда больше не лей. А ты куда что-то сделай? А что я сделаю? Ну и все. Все. Спасибо, что вы слушали. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok